Это информационный тележурнал «День за днем». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Константин Симонов. Здравствуйте! В Тобольске выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Результаты появились на руках у врачей 6 мая. Уже определены лица, которые контактировали с новыми заболевшими. Их 11 человек. Всем выдано предписание для прохождения двухкратного теста на коронавирус и постановление о соблюдении режима самоизоляции. Заболевшие же находятся в моноинфекционном госпитале. В областной больнице номер 3 города Тобольска в моноинфекционном госпитале на лечении в настоящее время находится 50 человек заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это три Тоболяка, один житель Ярковского района, шесть из Вагайского района и сорок из Уватского района. Из них большинство мужчины, это 43 человека и 7 женщин. Возраст разнообразен от 31 до 68 лет. Надо отметить, что состояние пациентов стабильное, участие пациентов средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное состояние. Температура в норме, жалоб не предъявляют. По всей видимости, как хотелось бы отметить, заражение произошло из-за контакта с носителем новой коронавирусной инфекции при несоблюдении в полном объеме мер профилактики. Поэтому для безопасности своего здоровья необходимо соблюдать режим самоизоляции. Очередная партия защитных костюмов поступила в Тобольскую областную больницу от компании Сибур. Комбинезоны являются одноразовыми, поэтому необходимы в большом количестве. Они позволят медицинскому персоналу значительно снизить риск заражения при работе с коронавирусной инфекцией. Ранее Сибур передал больнице аппаратуру. Это и газоконцентратор для аппаратов ФИВЛ, для возможности более большого объема приема пациентов. Это и дополнительное оборудование по расширению мощностей лаборатории, которые планово сейчас стоят на поставку. И также, конечно же, это индивидуальные формы защиты в виде костюмов защиты. Также компания Сибура обеспечила Тобольскую больницу тест-системами, выявляющими коронавирус. Дефицита медицинских масок в Тобольске нет. Купить средства индивидуальной защиты можно практически в любой аптеке города. Во всех аптеках АО «Формации» маски присутствуют в достаточном количестве. Перебоя никакого нет. Ажиотажного спроса на сегодняшний день тоже нет. Все, что было в апреле, с мая уже ушло. Поэтому проблем с масками нет. Покупатели в основном берут от одной до пяти масок. Ну, не больно. Я решил прийти, короче, в аптеку проверить, есть ли маски в аптеке. Да, есть. Купил. Пять штук купил. Надеюсь, не хватит. Напомню, что с 6 мая в Тюменской области введен масочный режим. Жителям рекомендуется в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, магазинах, аптеках и общественном транспорте. Работодателям обеспечить масками своих сотрудников. В микрорайоне Левобережье возложили цветы к памятнику землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на самоизоляцию, традиционное мероприятие не отменили, а провели малым составом. Память земляков, павших на полях сражений, почтили минутой молчания. Вспомнили тех, кто вернулся с фронта и уже в мирное время внес немалый вклад в развитие этой территории. Фронтовики строили поселок и поднимали судостроительное предприятие. У нас раньше живые были инвалиды войны, участники войны и участники трудового фронта, которые внесли большой вклад в развитие нашей территории, так как у нас раньше было предприятие судостроительное эксплуатационное предприятие, где у нас строились плашкоты, катера строились, опарили. И был литейный цех, где они внесли большой вклад. Остались труженики тыла, тоже люди, которые присоединяются к ветеранам. Да они и есть, наверное, наши ветераны, потому что они тоже все тяготы и лишения в этой войне испытали. И отношение к ним, должно быть, я считаю, такое же, как и не только к старым пожилым людям, но и еще к прошедшим вот этот вот смертельный ад войны. До юбилея Победы в Левобережье не дожил ни один участник Великой Отечественной войны. Зато здесь проживают 12 участников трудового фронта. К этим заслуженным людям относятся особенно трепетно. В преддверии праздника им вручили подарки от губернатора области, поздравили от школы и администрации. Труженики тыла участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Более трехсот конструкции из Татарстана привезли в Тобольск для украшения города к 75-летию Великой Победы. До праздника остается два дня, а улицы и магистрали уже выглядят ярко и выразительно. В этом убедилась Наталья Китова. На Красной площади разместили шестиметровую звезду. В сквере декабристов и на площади Победы две звезды, каждая по три метра высоту. В памятном месте установили фоторамку, где после окончания периода самоизоляции можно сделать фото на память. А еще привезли стилизованные скамейки в виде стрелок. В городе впервые, город очень понравился, красочный, смотрю, народ украшает его, и окна украшают, и чистенький город. Вся концепция оформления Тобольска индивидуальна и разработана в соответствии с федеральным брендбуком. В городе разместят более 350 конструкций, их общий вес составляет более 60 тонн. Конструкции все произведены и привезены из Татарстана, из Африк Татарстана, город Казань. Хочется, конечно, сказать, что это очень масштабный, очень крупный проект и для нас, и, я думаю, для города Тобольска в том числе. Все конструкции, весь дизайн разрабатывался московскими архитекторами, морсковскими дизайнерами. Мы этот проект разрабатывали порядка двух лет. Работают строители и у мемориала табаликам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В предвкушении праздника поселок Сумкино и микрорайоны «Спутники». Там обновляют обелиски. Праздничное убранство создают и в микрорайонах города. Оформление, которое сегодня мы с вами видим на улицах города Тобольска, оно, конечно же, у нас с вами простоит ни день, ни два. Запланировано, что до конца сентября убранство города сохранится полностью. Оформлены улицы – это флаговые опоры на опорах освещения. Это более 200 опор у нас оформлено. Это Ремезовая улица, Октябрьская, Доронина, Комсомольский проспект. На Красной площади у нас установлены дизайнерские гвоздики. Традиционный парад Победы 9 мая не состоится, но праздничный настрой, красивое убранство родных улиц и проспектов создают в душе каждого ликование и радость за голубое небо, за мир на земле. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Вместе отпразднуем юбилей Великой Победы, не выходя из дома. Более 20 тысяч заявок подали таблики для участия в акции «Окна Победы». Целыми семьями, находясь в условиях самоизоляции, участники украшали окна своих квартир и домов атрибутами главного праздника нашей страны. Таким образом, жители города отдают дань уважения ветеранам. А украшенные окна в целом подняли праздничное настроение и сделали облик города краше в преддверии праздника. Это очень хорошая возможность в нынешней ситуации выразить слова благодарности всем нашим ветеранам. И те, кто ушли уже от нас, и те, кто сейчас с нами находятся рядом. Счастья, здоровья, чтобы вы всегда были радостны, чтобы вы никогда не забывали ваших ветеранов, которые воевали на войне. С днем победы! День Победы! В апсероссийском флешмобе приняли участие организации учреждения города. Они также украсили окна офисов и заведений. На втором этапе акции участники поделились фотографиями в социальных сетях со словами благодарности героям войны. Накануне Дня Победы мы рассказываем о земляках, которые приближали этот день. Заслуженный гражданин Тобольска Якуб Занкиев воевал на Курской дуге и освобождал Украину, Чехословакию. А в мирное время учил детей и писал книги. Многие этого мудрого человека считали в жизни своим наставником. Среди них и Ольга Куричка. На этом доме, смотрите, табличка висит. Здесь жил Якуб Камалевич Занкиев. Вы что-то слышали про этого человека? Нет. Он был хорошим учителем просто. В этом доме Якуб Занкиев поселился в конце жизни. В 60-е годы он прославился на всю страну своими новаторскими идеями по воспитанию человека. В четверть века Якуб Камалевич оттачивал их в Япончинской школе, которую построил вместе со своими учениками и родителями. Судя по фотографиям, жизнь здесь была интересная. Крутящаяся елка на Новый год. Директор любил устраивать опыты на уроках физики. Отличники получали ленинскую премию. Я была по посещаемости ответственной. Тогда у нас были же эти. И к нему каждый день приходили в кабинеты. И вот сколько человек у нас в классе. Кто болеет. Все докладывали ему. И прямо вот человечный человек. Я такая маленькая. Я так лежу вот так и на него все-таки. А он по-доброму. Садитесь. Патриотизм у детей воспитывал Якуб Камалевич на военных примерах, на судьбах земляков. Сам он в мае 1942 года ушел добровольцем на фронт. Был командиром взвода противотанковой истребительной бригады. Сражался на Курской дуге. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Награжден орденами Отечественной войны, первой и второй степени, красной звезды и медалями. Великое испытание. Воспитало в нем великую мудрость. Как говорят, по заповедям, наверное, человек жил. Потому что от него всегда исходила правда, доброта, справедливость и какой-то патриотизм еще параллельно. Вот слово «нельзя же жить одной семьей» и так далее. Надо любить окружение, любить страну, любить людей, любить свою работу. Якуб Камалевич был в гуще жизни самым активным ее участником. Хотелось все запомнить, записать, передать потомкам историю родной страны. Уже в 49-м он взялся за перо. Были публикации в журналах. В конце 80-х вышел роман «Зори Иртыша». Первое произведение о жизни сибирских татар при Иртышье с августа 1917 года до середины 40-х. В центре повествования – судьба учителя Мухаммеда Урозаева. Занкеев вошел в историю как основоположник прозы сибирских татар. «Если бы эта книга получила популярность по всей нашей стране, то она бы произвела впечатление, наверное, о таких же книгах, книгах «Руслана на жизнь», как книги Рыбакова и как другие книги, которые впервые нам открывали правду о временах и гражданской войны, и 30-х годов». Во всех произведениях писатель Икуб Занкеев выступает как учитель, не в профессиональном, а в нравственном смысле. Его книги учат добро и справедливости. Жизнь Икуба Камалеевича Занкеева была интересной и сложной. Он защищал родину, воспитал семерых детей и еще несколько поколений жителей Тобольского района. Он состоялся как писатель, философ, гуманист. Он объединял людей разных национальностей и считал высшей добродетелью любовь ко всем и ко всему. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Давнюю мечту ветераны Великой Отечественной войны исполнили сотрудники Следственного комитета Тобольска. Август Ишинцев мечтал наладить связь с сыном Владимиром, который проживает в Санкт-Петербурге. Однако технической возможности для этого не было. Я с ним хочу связываться по телевизору. Мои ощущения такие очень прекрасные. Спасибо вам за все, понимаешь, что стариков уж не забываете. Правда, нас уж осталось-то мало, но постараемся еще пожить. В 17 лет Август Ишинцев оказался на войне. В 1943 году в должности наводчика противотанковой пушки его направили на Ленинградский фронт. Батарею удалось подрезать железную дорогу, по которой немцы перебрасывали свои войска и технику. Сибиряк отважно защищал родину, а в мирное время он сам дом построил и разбил сад. Когда закончится режим самоизоляции, ветеран мечтает принимать у себя гостей. Он заказывал скамейку, чтобы можно было летом поставить ее возле дерева, возле яблони, где можно проводить время. Я считаю, что это очень важно, так как ветеранов осталось очень мало, мы должны помнить. При этом мы должны своим детям об этом обязательно рассказывать, чтобы не только мы помнили, так же и наши дети, а дети могли передавать своим детям. Чествуя дорогих ветеранов, в эти дни каждый думает о своих родных и близких. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok